Трасса Вологда-Питер Едем по южному берегу Ладоги Совсем недалеко впереди город Кировск Я сейчас буду поворачивать на дорожку, пересекающую эту трассу и уходящую на юг к Синявинским высотам Поворачиваем Сейчас мы будем ехать по району бывших Синявинских болот Синявинский торфу разработали Заасфальтировали эту дорогу сравнительно недавно Начиная примерно с этого места Здесь была пыльная-пыльная грунтовка Направо поворот на бывший рабочий поселок номер 5 А сейчас это птицефабрика Северная Ее новые корпуса построены на Синявинских высотах Мы сейчас подъедем к ним и увидим громадье и множественность этих бурятников Их по-другому никак не называют Бурятники Построены на Синявинском поле на костях солдат Поисковики принципиально яйца птицефабрики Северной не потребляют Вот они, Синявинские болоты Дыршие ячейки торфу разработали Мы подъезжаем к печально знаменитой чертовой высоте Сейчас она сположена А так-то это обрыв Самый настоящий крутящий обрыв Это и есть Синявинские высоты Мы сейчас заедем на одноименный мемориал Дорога уйдет направо А отворотчика на мемориал налево Туда мы и повернем Ну вот и развилка Вот и развилка Поворачиваем В прошлом году экспедицию мы начали тоже с заезда на мемориал Мы приехали сюда 18 апреля Лежало больше 10 сантиметров снега Горка на 100 Холод минус 10 Вот как-то так Сейчас 15 апреля Природа нас встречает более доброжелательно Снега почти нет Как-то и было раньше Например, к прошлому году Послушайте, как поют весенние птицы Да, вдали вносит диссонанс работающая бензопила Видимо, приводит в порядок мемориал после зимы Но птицы заливаются Приятно слуху Не ездит здесь на мопедах Вот малявка проехала Это бойцы, которых Подняли Товарищи из поискового движения России В могилах 71-й стрелковой дивизии На дивизионном кладбище А похоронены они вот там Вот в том Бугарке Которые, видите, вот В центре кадра Вот там Пойди пойми Что плиты, вот они Памятник, вот он А могилы А что там Пойди пойми эту логику Я ее не понимаю И вряд ли ее кто понимает Ну вот и источник звука Бензопилы Валят Сосну Видимо там будут копать могилу Весна этого года Сейчас мы подойдем К склону То есть самой Чертовой высоты И увидим Насколько она высока Как сложно было ее взять Представьте Там на подстилающей Поверхности Вот в тех лесках Были наши А здесь сверху были немцы Вот попробуй подступить По этому чистому упору Попробуй возьми Сейчас мы идем По могилам Вот здесь вот Вот под этой дорожкой Несколько могил Их принесли Так сказать В жертву Той площади Которую устроили Для митингов Всякие мероприятия Сейчас вот Водят экскурсии Видите Сколько людей Приехало сюда Кто такие Трудно сказать Похоже Чем-то похоже На иностранцев Или знать Не знают Что вот эти поребрики Вот прямо Которые расположены Они не по могилам Дорожки проложены По могилам Как и это Некоторые бедуины Их по-другому Никак не называть На памятниках Себя пишут Впереди тех В честь В честь кого Собственно И ставится Памятник И крупнее И текстом Больше И важно Не стесняясь Вот как о себе Нужно писать На памятниках Вот так Сзади Скромно Не выпячиваясь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кроме Попал без вести А сейчас в интернете это много? Да, база данных, мемориал Министерства обороны Вот, кстати, письмо последнее, сослуживце его Вот, число, то есть дата и 191 дивизия, то есть Синяевна То есть только так вот это, вот с этими, со своими детьми приехал Я со 191 дивизии знаете сколько дела имею? С 1991 года, смотрите Может подскажете, это полк, сейчас 559 стрелковый он? Нет, он какой-то вот я не нашел, вот посмотрите, вот полевая почта, 726 Это полевая почтовая станция, да Часть 197 Смотрите какая штука, объясняю Там не нашел Значит, с 5 сентября 1942 года был введен новый порядок адресации почтовой корреспонденции Если до этого момента адресовались полевая почтовая станция Дальше номер и название полка или дивизии или подразделения И дальше ДК, действующая Красная Армия То с этого момента, с 5 сентября 1942 года вышел приказ НКО номер 0679 Который отменял этот порядок, почему? Потому что раскрывалась действительно номерация частей А для разведки это хлеб, для немецкой Соответственно, что стали указывать, потребовали с конца сентября, октября В приказах по дивизии, по каждой дивизии Значит, указывалась полевая почтовая станция А дальше приказом командира дивизии на каждое подразделение Вот этим приказом Назначался номер условный Перечисляли все вплоть до отдельных взводов И каждому назначался там вплоть до трехзначных номеров Соответственно, часть 197 Это нужно видеть вот этот сам приказ Это мог быть 3-й стрелковый батальон, например, 546-го стрелкового полка 191-й стрелковой дивизии Это мог быть, например, отдельный истребительный противотанк Это могла быть какая-то батарея из артполка Но вот этот номер 197, он условный Он никак не соответствует Если есть приказ, определить несложно Нужно найти в архиве приказ Значит, посмотрите, знаете где? На ресурсе Минобороны память народа есть Поищите документы 191-й стрелковой дивизии И там в документах оперативного управления Что значит оперативный? Оперативный документ В данном случае это тоже своего рода оперативный документ Этот приказ Там, возможно, проскочит сам приказ, назначающий для всех частей Это первый момент Второй момент В документах 191-й дивизии Могут сообщать Могут указываться При донесениях наверх Могут указываться вот эти условные номера Они не сразу привыкли Они не сразу перешли на них А потом, когда перешли, путались Что нам указывать? Действительно номер? Или условный? И вот такой еще путь может быть Помимо того, что в самом архиве То есть в Подольске Найти этот приказ Ну, видите, дивизию-то знаем Место, как бы, болота То есть, в принципе Когда он? Январь 43-го? 17-го, 0-1-го, 43-го 17-е января 43-го года Так, так, сейчас я вам скажу 191-го ввели ее отсюда С болот ее ввели Вот с болот, там где крест Да, и она уперлась действительно Мы его, знаете, как называем Вот это то место Во время войны На юг Там, где сейчас поля Было болото Которое контуром своим На карте напоминало медведя И мы его принялись называть Этот ручей Болота Ручей из болота медведь Он как раз пополам Между мемориалом И бывшей деревней Гонтово-Липко Ровно посередине Там 2,800 2,900 где-то А до Гонтово 6 километров Вот 191-я дивизия Уперлась в дорогу Вот в том месте Еще и больше Больше они никак не прошли Ну бегай Да, телевизор не видишь Своего рода, да Да Спасибо вам большое Да, и вам спасибо за информацию Всего доброго Всего доброго А вот эти курятники Про которые я говорил Курятники птицефабрики Северная На политом крови Синявинском поле Сук 60 корпусов поставили Здесь все людьми было усыпано А теперь все усыпано Куриными корпусами Курятниками Железное дерево Как мы его называем Синявина Ну вот я снова в этих местах Это поле пересекает линии немецких дотов Мимо одного из них мы сейчас проедем Сейчас я его покажу В прежние времена Когда мы потребляли алкоголь Мы очень часто останавливались рядом с ним И выпивали Вот он Дорога идет вдоль реки Мга Впереди нас ожидает деревня Петрова Затем деревня Турышкино Железнодорожный переезд И мы выезжаем в леса Боевые леса Каргусели Как мы их называем Там мы работаем с 2009 года Заканчивается Петрова И сейчас начнется Турышкино Воды в Мге много На той стороне весьма колоритный дом со львами Обращаю внимание Вон они львы вдоль лестницы стоят А мы подъезжаем к шелезнодорожному переезду Вот и переезд Посмотрели налево Посмотрели направо И поехали потихонечку Сейчас начнется Наверное Совсем убитая Самосвалами Песковозами Каргусельская дорога Посмотрим Недавно прошел грейдер Это радует Кое-где лежит снег В лесу, конечно, его еще Предостаточно Я так думаю Но на открытых участках Его практически нежит Впрочем, как и везде Надо сказать, что до этого времени года Дорога выглядит очень необычно Что я имею ввиду? Она сухая Она практически неразбитая Ну, возможно, самосвалом запретили по этой дороге ездить Может быть Но в прошлом году я ехал почти под нища в грязи И позапрошлый год точно так же Почти под нища Ганса в грязи На второе, а то и на первой скорости Проезжая где-то Какие-то участки Ну, с большим трудом Потому что и тогда И сейчас я груженый Груженый под завязку В следующих кадрах, наверное, завтра Я покажу, что значит под завязку Оставлено только спальное место Для себя Ну и вот здесь впереди Ну и впереди тоже Обращаю внимание Мешки с капустой С картошкой и луком Здесь всякая снить Вот тут бензин Вот видите, вот в этих конец Вот это бензин Вот здесь вода В общем, много всего Даже здесь впереди А уж сзади Сзади я покажу завтра Когда проснусь Когда будет время Мы сейчас подъезжаем непосредственно К самой бывшей деревне Карбусель Она находится за этим Находилась, вернее За этим поворотом На взборочке В 2009 году На этом взборке посадили Сосны Мелкие сосны Вот они уже приподнялись Примерно метров до Шести А то и семи Деревня вот она была Здесь От нее, естественно, ничего не осталось Еще в войне Слева стоит плакат Баннер Это поворот на карьер А тот самый карьер Все машины Вывозя песок Разбивают эту дорогу Мы когда-то Становясь лагерем Ездили именно вот сюда Налево А с 2015 года Ездим прямо По дороге На поселок Старое Малуксо Да, здесь снежка, конечно, побольше В том числе из-за того, что Солнечные лучи Прикрыты леса Даже высокая температура Сегодня, например, было 13 градусов И даже днем 15 было Высокая температура Все равно не плавит Этот снег Ну, это означает Что ему осталось Всего ничего Несколько дней Я поехал по дорожке На восточный борт карьера И вот Какая дорожка Встречает Меня и Ганса Ямки, снежок, ледок. Хорошо, что я на колесах с щипами, но будем надеяться пройду и тут. Давно очень не застряну. Будем надеяться. На второй скорости выйдем. На первой выйдем. Ой, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Здесь посуху-то нормально совершенно, дорога, но вот сейчас она вот такая. Но проезжая пока, по крайней мере. Ледок, понимаешь, все сурово, как обычно. Мы же не ищем простых путей. Да, мы находим всякие разные, включая сложные путей. Данс, молодец. Я почему сейчас залезаю сюда? Да, хотелось бы сегодняшний день завершить выездом на берег Карьера в закатном, так сказать, свете. Что останется от заката, от солнца, я не знаю. Посмотрим. Но хотелось бы завершить день сегодняшний красивым видом. Сколь это возможно. Здесь много раз были, стояли лагерями, работали. Но никогда я сюда не заезжал вот в таких условиях. Как-то надо будет сейчас залезать на ту горку. Давай, Гансыч, давай, давай. На сухом, давай, давай. И вот на мокрый, на свежок. Раз, и взъехали. И вот он, Карьер. И вот он, Карьер. В принципе, можно вот здесь встать, посмотреть, куда лучше выехать сейчас. Я пойду смотреть. Карьер еще во льду. На той стороне стоит машина. Какой-то лагерь, видимо. Курица, дымок. А я пойду пройдусь. Посмотрю, проезжаясь этого пути. Стоит ли сюда заехать, чтобы встать здесь хотя бы на ночь. И смогу ли я отсюда выехать. Ну, я смотрю, что вроде бы выехать смогу. Дорожка здесь ничего, так скажем, неплохая. Вон дымок, курица справа. Ну что, прошелся я по этой дорожке. Прошелся. Потопал снежочек этот. Победил грязьку. Победил борта. По дороге. Проскочу, не проскочу. В принципе, проскочить, наверное, можно. Пока не знаю, буду ли рисковать или нет. Буду ли пытаться. Но, дело в том, что, если бы это был день. То есть, нормальный день. То есть, дневной день. Я бы, наверное, рискнул. Даже один. Как и есть. А вот на ночь глядя, если вдруг в луже встану. Что-то вот оставаться на ночь глядя не очень хочется. Поэтому, я сейчас сюда не полезу. Я сейчас спущусь в карьеру. Встану там на ровной площадке. И переночую. Попью чайку. Поем. Заночую. В двуспальничках. А с утра будет видно. Тем более, у точки, которую мне нужно обследовать. Вернее, у территории, которую нужно обследовать. И выбрать место для лагеря. Кто знает, может быть, будет в результате этого обследования признано стать на нашем старом месте, где мы стояли в 15-16-17-ом году. То есть, на западном берегу карьера. У берега болото гладкое. Вот так. Ну что ж, на ночь встану здесь. В Южном заливчике. Где и переночую. В дноよ. Субтитры создавал DimaTorzok